Здравствуйте, друзья! Сегодня 11 августа 2023 года, и я хочу показать свои черенки, которые я укореняла в июле месяце. Вот начнем с тех, которые я укореняла в конце июля. Так, это вот те, которые... Сейчас покрупнее сделаю. Значит, вот эти я укореняла в конце июля. Вот эти подгоревшие листики, немножко подсохшие, это говорит о том, что они... У нас стояла очень высокая температура. В конце июля была до 47 градусов под деревьями, в тени. Ну, у меня здесь сетка, притеняющая сетка, 80-я, вот посмотрите, все стоит под сеткой. Из теплицы я все черенки убрала, потому что в теплице у меня бывает и 60 градусов. Конечно, мы включаем туман там, потому что там много гортензий, которые, ну, первого года жизни. Вот, поэтому, чтобы немножко снизить температуру, мы включаем туман. Конечно, там не пройти, все мокро. Вот, но несмотря на то, что высокая температура, да, мокро. Ну, пока не мучнистой росы, слава богу, пока нет. Теперь по поводу вот этих черенков. Значит, вот подсохшие, да, меня это не пугает и не страшит. Что важно? Важно, чтобы в междоузлиях появились почки. Значит, я старалась брать растения, которые уже более вызревшие, да, отцвели, более вызревшие маточники. И в пазухах уже были зачатки почек будущего года. Поэтому вот почему, объясню почему, потом я покажу результат того, что я брала именно с этими почками. Значит, по поводу стимуляторов укоренения. Стимуляторы обязательны, обязательны. Без них у вас ничего не получится, тем более стоит очень высокая температура и в жару укореняется очень низкий процент. Поэтому я люблю в январе месяцы укоренять именно древесневшими черенками. Они не загниют. Вот, не идёт силы растения на формирование листвы и роста, а вся сила уходит в корни. Поэтому вот такая вот у меня технология. Но, к тому же, зелёными черенками надо черенковать. Я не знаю, более подробную инструкцию вы можете посмотреть у Милы из Красноярска. У неё питомник Милы, по-моему, называется канал. Вот она очень хорошо всё объясняет. Ну, а я показываю просто результат. Вот смотрите. Вот такой жёлтый лист. Это говорит о том, что это маточник был вот с такими листьями, потому что уже готовится уже на покой. Они уже давно отцвели. Но я брала вот именно, вот старалась, чтобы были в пазухах почки. Вот видите, уже зачатки почек. Если лист отвалится, то эта почка идёт в рост. Мне бы показать вам. Значит, вот эти вот макушечные, вот такие макушечные, я старалась не брать черенки. Потому что, как правило, они у меня не получаются. Значит, стебелёк такой вот нежный, молочной спелости, скажем так. И они, ну, плохо приживаются. Видите, вот ещё. Вот он. Тоже плохо приживаются. А вот в таких вот, там, где почки, даже если лист, вот, он отвалится, то почка быстро идёт в рост. И этот черенок выживает. Поэтому старалась брать более твёрдые, более с почками. Сейчас вот, вот видите, уже пошла в рост. Это пошла в рост почка. Ну, значит, период укоренения минимальный месяц. Я не знаю, как у людей, там, 10, 15 дней, 20 дней. Ну, месяц. Месяц у меня вот так. Сейчас покажу вот тут вот. В самом начале месяца мы укореняли. Там уже более-менее, вот видите, вот они уже пошли. Пошли уже расти из этих почек. Расточки. Поэтому это, это всё нормально. Значит, что мы здесь делаем? Мы стараемся постоянно поддерживать влажность. Если хоть чуть-чуть подсохнет этот грунт, то всё уже вы потом не сможете реанимировать этот черенок. Мы устанавливаем здесь разбрызгиватель. Я в конце видео Гену попрошу. Он стоит, вот он у нас, разбрызгиватель со шлангом. И 2-3 раза в день мы вот это вот включаем. Покажу, какой разбрызгиватель. Так, здесь, здесь покажу, уже пропадают, собственно говоря, листочки уже отмирают. Это нормально, если листочки отмирают. Не переживайте. Значит, здесь черенки я брала с двумя, с двумя парами почек. Вот одну почку я заглубляла в грунт, а вторую почку, вот она, наружи. И вот, посмотрите, листик уже, один листик уже отвалился, но есть уже рост, рост этой почки. И вот этот, если он отвалится, то всё равно этот черенок будет живучий и, скажем так, он выживет. Ну вот, вот так вот. Вот они черенки. Видите, почка пошла в рост. Не переживайте, ещё раз говорю, не переживайте, если у вас листья пропадают. Дальше покажу. Теперь здесь. Здесь у нас вот такая тепличка. Она, собственно, мы не пользуемся ею как тепличкой, а с целью укрытия на лето притеняющей сеткой. И здесь мы выставляем либо малыши, гортензии малыши, либо черенки. На данный момент у меня черенки здесь тоже. Это в начале июля. Конец июня, начало июля высаживали мы черенки. Всё ещё, хочу сказать, очень много зависит от сорта. Вот у меня сорт Мистика, две кассеты. Ну, практически ничего не прижилось, но я надеюсь, надеюсь, что вот из этих почек, вот они. Я слишком рано, ну, то есть вот этот сорт Мистика, я не взяла без почек, которые ещё такие слабоватые были стебли, мягкие были стебли. И вот результат укоренения не очень-то хороший. Потом хочу сказать по поводу стимуляторов укоренения. Стимулятор обязателен, это раз. Во-вторых, я всё время в течение сезона пробовала разные стимуляторы. То есть, ну, старалась брать именно профессиональные. Даже не помню их название, не могу вам сказать. Потому что возьмём пачку там, допустим, да, использую. В следующий раз приезжаю в магазин, там что-то другое предлагаю. Да, давайте этот попробую. Ну, в общем, в итоге у меня оказалось так. Сейчас вот сын мне привёз стимулятор, в который надо замачивать черенки. Ну, вот там написано 2-3 часа замачивать. Я замачиваю, вечером черенкую, потому что днём мне некогда. У меня посылки, вот, посылки до вечера. Пакуем, отправляем. И только к вечеру я могу начать черенковать. Поэтому эти черенки в растворе я оставляю на ночь. И вот, хотела сказать, это те черенки, которые последние, вот, я почеренковала, я вам показывала чуть-чуть раньше. Вот, а листья там все целые, все прям вот здоровенькие. А вот что дальше, я не знаю. То есть, у меня нет такого опыта, что вот этот вот хороший, а вот этот плохой стимулятор корнеобразования. Да, такого нет. Что есть, то и делаю, но без стимулятора не укореняю. Я могу без стимулятора укоренять зимой. Но летом при такой жаре ни в коем случае. Теперь, значит, остановились мы на этом, на мистике. Сорт мистика, да, вот ужасный. Вот там ещё одна кассета, там вообще ни одного черенка не укоренилась. Но вот хочу показать вам. Вот смотрите, вот эти почки, которые, с которыми я посадила твёрдый-твёрдый стебель, он зелёный, он ещё не одревесневший, да, но он уже такой вот твёрденький, на нём появились точки на стебле. Вот такое растение я хожу, выбираю среди своих маточников. И вот на данный период я укореняю вот на сегодня вот такой, допустим, сорт. Вот завтра я ищу снова с такими же показателями. То есть мягкие сорта, которые ещё не успели, допустим, там отвердить, я их не беру. Результат будет плачевный. У меня, по крайней мере, есть люди, которых зелёными черенками укореняют, мягкими. Может быть, это рано весной, когда температура более-менее там вот 25, вот стабильная, да, вот 24-25. Вот это хорошо. Ну вот, посмотрите, видите, почки начали развиваться, всё нормально. Вот эта кассета, всё хорошо. Здесь ужас ужасов. Хочу сказать, не было такого, чтобы мы подсушивали здесь. У нас туман. Вот здесь вот туман, посмотрите. Вот такие вот штуки висят. Результат и несколько раз в день, минут по 10 генов включает. И растение здесь постоянно у нас может быть перенасыщенное влагой. Но вот чтобы подсушивания у нас такого не было. Ну вот результат, ну более-менее, понимаете, я хоть довольна, хоть что-то, хоть что-то укоренилась. Во-первых, ну раньше я укореняла, знаете что, те сорта, которые у меня были, я вам покажу в конце результат, которые были полуфабрикаты, полученные из-за рубежа. И я хотела их побыстрее, пораньше укоренить, чтобы они у меня были окрепшие, хорошие на следующий год. Результат никакой. Вот я стараюсь на черенке первый год не брать полуфабрикаты, потому что, ну никакой результат. Поэтому дальше еще покажу. Ну это у меня череночник, в котором я укореняю зимой. Это с теплым полом. И вот там видите дырочка, да, это дырочка из теплицы. Зимой эта теплица отапливается, и вот через эту дырочку поступает воздух теплый. И вроде как не низкая температура наружная, а снизу еще теплый пол. Но летом здесь получилось, что, да, Гена, ну землю здесь поменял, все выровнил, все там, значит, в порядке, подготовил ее, и мы стали устанавливать вот эти кассеты. Мы их установили, и думаем, ну все, здесь будет стопроцентное укоренение, прям вот и притеняющей сеткой. Вот она, ну даже сетку натянул притеняющую тоже, все нормально. И вдруг я замечаю, что у меня в один и тот же день укореняли мы, допустим, вот две вот этих кассеты. Эти более-менее, вот они, они пошли многие почки уже в рост, тронулись. А вот то, вообще ноль. Здесь, ну листья, листья, да, вот пропали, но почки живые, я все просмотрела, почки живые должны пойти. Но вот эта сторона, и для меня, для меня было непонятно, в чем дело. Потом до меня дошло, смотрите, вот в то время температура была хорошая. Ну, то есть для укоренения, там где-то 25-26, вот такая вот. То есть у нас затяжная весна была, дожди, 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 и мы не поливали свои черенки. И получается, вот смотрите, вот это с уклоном, вот это вот укрытие, оно с уклоном. Вот это вот первая часть лицевая, здесь дождей хватило, влаги, а вот там получилось, что у нас не поливалось. Ну, почему-то до меня не дошло, что надо в дождь их прийти и полить. Я считала, что, ну, раз дождь идет, значит, там все нормально. И вот если подсушили хотя бы один день, вот один день, все, вы не восстановлите эти черенки. Если они даже не погибнут, они будут чахнуть, чахнуть, чахнут, и месяц, и второй будут. Вот так они у меня и чахнут. Ну, вот это результат у меня июльского. Конец июня, начало июля и до августа. Это вот результат такой. Так, здесь череночник май месяц. В мае месяце я попробовала укоренять зелеными черенками. Внуки мои пришли, тут мне помогали, и укореняла я из полуфабрикатов. Вот смотрите, конфетти дрим. Буквально три штуки укоренились. Здесь марина. Ну, тоже, тоже это полуфабрикат. Это Эрлиблю. Эрлиблю, это был мой маточник. Вот смотрите результат. Ну, он сам по себе. Эрлиблю очень хорошо укореняется в любое время. Шикарный, низкий, низкорослый кустарний, который можно выращивать в кашпо. Очень красивый, ремонтантный. Цветет каждый-каждый побег буквально. Даже еще бывает, что на побеге и два цветка. То есть верхний еще и нижний. То есть там вообще обалденный сорт. Старый сорт, да внешний сорт. Но я его не убираю, потому что он очень-очень красивый. И голубизна у него прям яркая-яркая такая у цветка. Теперь, значит, здесь Чокочик. Ну вот, три штуки. Это полуфабрикаты. Ну, не буду дальше перечислять. Да, вот этот, что за сорт, сейчас скажу. А, Белли Седакшон. Еле прочитала. Белли Седакшон. Это из моих маточных. Получила я их в прошлом году. А вот в этом году это все укоренение уже пошло. Это не полуфабрикат. Так что полуфабрикаты, которые приобретаем, только на второй год начинаем укоренять. Ну, результат, видите сами. Зачем нам столько сил, столько времени тратить на то, чтобы, ну, можно, конечно, попробовать зимой их укоренять. Вот зимой может быть нормально. Теперь здесь я хочу показать это тоже. Это тоже результаты. Я не могла понять, в чем дело. Значит, часть мы без укоренителей высажили. Тут у меня внуков кучу набежало. И вот в конце я сама, я все думаю, да это внуки, это они вот так, что-то не так сделали. Поэтому вот такой вот, и температура была невысокая. Для меня было удивительно, в чем дело. Потом я только, может быть, и поняла, что вот сама кассета, для них может быть маловато кассета. Маленький вот диаметр, что ли. Вот даже вот либо грунт, либо грунт. Грунт мы брали, ну, торф. Торф кислый. Потом мы стали кислый с питательным мешать. Вот здесь чисто кислый торф и мешок попался, знаете, вот с этими смушками. Муж, уже не знаю, на что грешить, понимаете как. А может быть, потому что я слишком рано взяла. Все-таки рано эти черенки, они без вот этих почек были. Они были немножко слабоваты. Ну, раз мне уже дети собирались помочь, да, я, естественно, ой, приходите, у меня все, работы полно, приходите. Ну, вот пришли, помогли, это, скорее всего, может быть, моя ошибка. Ну, вот такой вот результат. Вот столько кассет, видите, это пустые кассеты. Причем их черенковала я сама. Не на кого грешить. И с укоренителем. И все-все применяла. И все. И туман у нас, вот оно. Видите? И туман. И туман мы здесь включаем один-два раза в день. Как температура только поднимается, то все, мы сразу туман включаем. Температура на 10 градусов, прямо вот минут через 10 снижается. Мы останавливаем, а потом через какое-то время снова-снова запускаем. Ну, и в конце покажу вам вот эту вертушку. Вот это в любом магазине продается. Причем сын у меня, вот у нас пластмассовая, а у сына металлическая вся. Она чуть подороже, да, но, по крайней мере, покрепче. Ну, мы вот такую вот дешевенькую взяли, поломается, еще возьмем. Сейчас покажу, как она работает. Вот, смотрите. Она, вот струя не бьет в одно и то же место. Она крутится. И то есть получается, что одно, одну и ту же кассету, допустим, или растение, оно окорошает только через какой-то сколько-то секунд. И чуть-чуть, понемножку. Получается, это вот в конце самого укоренения, когда я уже август месяц, да, я наконец-то вот это вот выстрадала и поняла, что, да, вот так. Ну, то есть мне еще, знаете, дети помогают. У них же тот же опыт. Они наращивают свой опыт, вернее, накапливают свой опыт. У меня свой, вот делимся опытом. Ну, и вот мы бы с Геной, ну, что, уже возраст мы не особо-то смотрим за новинками. Ну, а дети молодые, они вот наблюдают, смотрят. Кто-то еще из друзей у них там применяет. Все, друзья, до свидания. Она сейчас обрызгает. До свидания. До скорой встречи.